Привет всем! Добро пожаловать на канал Mobile Gameplay. Давно уже все меня просили, спрашивали, где же Injustice 2 Mobile? Вот он, наконец-то есть повод для записи очередного видео. Прошел, ну просто потный, просто адский, на мой взгляд, сезон на Shazam. Все такое ощущение, что просто с ума сошли. Наверное, это обусловлено тем, что новых персонажей давно не было на арене, и люди просто полностью со всеми руками, ногами ринулись бить этот сезон арены. И достаточно, конечно, сложно было. Но мне удалось завершить сезон в достаточном ранге, чтобы получить 360 фрагментов Shazam'а и открыть четвертую звезду. По-быстрому я прокачал ему снаряжение на пятый уровень. Кто не в курсе, снаряжение находится в магазине арены. Давайте посмотрим, что нам дается за бонус снаряжения, за полный комплект снаряжения. Игрушка, давай раздупляйся быстрее. Значится у нас бонус за комплект. Выработка силы плюс 10, здоровье плюс 5, защита плюс 10. То есть игра нам говорит о том, что это этакий универсальный солдат. Его можно использовать и как саппорта, и как основного бойца в команде. Но давайте пробежимся по пассивкам, и возможно мы поменяем свое мнение. А возможно и нет. Пассивная способность номер один. Смелости Хилеса. Плюс 80% к атаке для союзников класса магии и мощь. И здесь сразу просто невообразимое количество команд рисуется в голове. Это и мифическая чудо-женщина, и супергерл в броне из мультивселенной, и серебряная банша. Что на мой взгляд самый интересный вариант. Потому что урон будет действительно прилично усилен для этой дамочки. Вместе Зевса вторая пассивная способность шанс на отключение 50%, длительность отключения 12% и шанс 15% активировать ревущий удар. Что это означает? Если Шазам успешно блокирует спецприем, он может отключить его и активировать свой спецприем ревущий удар. Достаточно интересная штука. Как это будет происходить в бою, сейчас увидим. Я намеренно не смотрел ни одного обзора, хотя на ютубе уже есть их очень много. Но сейчас посмотрим, как это в действии все получается. Пассивная способность 3. Выносливость Атласа. Уменьшение множителя критического урона команды плюс 75%. Критические удары по Шазаму и его команде наносят намного меньше урона. Тоже достаточно полезная штука. Но исходя из пассивных способностей, на мой взгляд, две из трех пассивных способностей отвечают за такой конкретный саппорт. Как на самом деле его использовать, зависит только от вас. Точнее, как вы его будете использовать. Я лично считаю, что он будет мега хорошо смотреться в качестве саппорта. Сегодня у нас первый взгляд. Я подчеркиваю ваше внимание, что это первый взгляд. Это не обзор. Это первый взгляд. Нет команды для Шазама. С ним стоит Доктор Фэйт, чтобы уменьшать количество силы для затраты на спецприемы. Не более. Просто смотрим боевочку, спецприемы, супер мув. И что самое интересное, что этот персонаж является эксклюзивом для мобильной версии. Как вы знаете, старшей версии Injustice 2 Шазам в принципе отсутствует. Он по сюжету умер в первой части. Такой небольшой спойлер. Поэтому во второй части он, соответственно, уже не вернулся. Но здесь в качестве промо-акции и поддержки фильма Шазам его добавили в мобильную версию. Вы знаете, вот первое впечатление. Вот какой-то он достаточно пластилиновый. Такое ощущение, что как-то вот анимаций что ли не хватает ему в его движениях. Но как-то так достаточно топорно он дерется. Первый спец. Первый спец. И тут, конечно, есть отголоски из первой Injustice. Вот эта молния, которую он кидает. В первом Injustice Шазам делал то же самое, только без комбо-серии вот этой в самом начале. Сейчас, кстати, мы заблочили... Или не заблочили спецприем? Не было еще спецприема. Да, был вроде. Был, да. Бэтмен делал спецприем. Мы его заблочили, но пассивка от Шазама пока что не сработала. Давайте еще постоим в блоке. Дождемся какой-нибудь спецприем Бэтмена. И дождемся, я надеюсь, действия пассивной способности. Вот Бэтмен прекрасно отразили и прошел первый спецприем. Или третий какой он там. Ну, неважно. В общем, какой-то из спецприемов прошел. Значит, отразили мы спецприем. Спецприем заблокировали его и сделали ответный спецприем. Еще и захилились. Ну, по-моему, вообще замечательно. По-моему, достаточно интересно. И, что самое главное, это все-таки новый персонаж. И новый в плане в обновлении, да. И новый в плане полностью в игре. Его нет, в принципе. Не было еще. Вот. Многие ждали Шазама. И вот, наконец-то, люди его дождались. Мне кажется, что персонаж достаточно интересный. Так, ну, когда-нибудь это закончится вообще. И знаете что? Я посмотрел, когда же я выпускал последний ролик, в котором я делал первый взгляд на персонажа. И я понял, что последний ролик на первый взгляд, по первому взгляду, был в конце декабря, то ли в начале января. То есть, прошел достаточно приличный отрывок времени. То есть, два месяца точно прошло с предыдущего первого взгляда по новому персонажу. Это говорит о том, что контента в эти два месяца в игре не было как такового, чтобы записывать первые взгляды, обновленные. То есть, это лишний раз подтверждает мои слова о том, что в игре, по сути говоря, делать нечего. Привет защитникам Injustice. Их очень много на моем канале. Человек 10. Вот. Которые там стоят горой за игру. И говорят, что, ну, не надо ругать игру. Постоянно ноешь. Игра плохая. Не нравится. Не играй. Но сегодня у нас первый взгляд на нового персонажа. Поэтому я ныть не буду. Вот. Смотрим нового персонажа. Это не может не радовать. Достаточно дорогие у Шазама спецприемы. Третий спецприем Шазама, соответственно, стоит 8 энергии. Потому что у нас же есть в команде Фейт, который уменьшает затрату энергии для выполнения спецприема. Без Фейта этот спецприем стоил бы целых 8 делений шкалы силы. Это достаточно много. Это достаточно много. Второй спецприем. Мы уже второй раз посмотрели с вами. Все замечательно. Все достаточно резво выглядит. Так, знаете что? Мы, по-моему, не смотрели еще высокую атаку. Да. Вот. Теперь все посмотрели. Хилиться после спецприемов. Ну, замечательно. Ну, хорошо же. Замечательно просто. Продолжаем стучать. Стучать по нашим врагам. Хил неплохой для такого моментального хила, скажем так. Ну-ка, 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 ну-ка. Иди сюда. Оп. Все. До свиданец. Нам даже как-то, вот видите, не страшен отражающий щит. Финальная стучка достаточно зачетная. И мне кажется, что достаточно, конечно, похож на киношный прототип. Вот. Но наличие-ка так себе. А в принципе-то похож. В принципе-то похож. Так. Ну что. Третий бой у нас. В третьем бою, как всегда, по стандарту в видео первого взгляда, мы смотрим третий спецприем. Давайте же быстрее его смотреть. Слушайте. А что же мне никто не напомнил, что мы не посмотрели спецприемы? А на спецприемах-то есть еще и дополнительные эффекты у этого персонажа. Они все-таки имеются. На первом спецприеме нет, отсутствует. На втором спецприеме есть хил. 11,8% у нас есть хил. Вот. И на третьем спецприеме 14,5% восстановления от максимального здоровья команды. Вот здесь, значит, условия второго спецприема, точнее, дополнительного эффекта от него, что хил идет самому, ну как это сказать, самому менее здоровому персонажу. То есть, когда вы будете делать второй спецприем, это не значит, что хилиться будет постоянно Шазам. В данном случае у нас хилился постоянно Шазам, потому что у нас он был самый покоцанный, поэтому хил шел по нему. Вот. Ну, а так будет хил отдаваться тому, кто самый такой побитый у нас. Ну, достаточно неплохо. То есть, ты дерешься, дерешься, дерешься каким-либо персонажем, вот. А иногда бывает так, что ты дерешься им до последнего и в последний момент его убираешь. Потом выводишь Шазама, делаешь второй спецприем несколько раз и хилишь своего самого побитого персонажа. Достаточно неплохо, что, в принципе, еще раз подтверждает ту теорию, что Шазам будет неплох в качестве саппорта. Если у вас уже получилось его достать из сезона Арины, пишите, пожалуйста, в комментариях. О, класс, смотрите-ка, отразили. Слушайте, он крут. Шазам вообще, вообще мощь, по-моему, на мой взгляд. Вообще замечательно. Так вот, если вам все-таки удалось достать этого парня, может быть, из сундуков, что, в принципе, мне не удалось, пишите в комментариях, как вы собираетесь его использовать и вообще будете ли вы его вкачивать, прокачивать. Интересен ли вам этот персонаж? Мне кажется, что за долгое время это один из тех персонажей, которые действительно интересны. Интересны, в принципе, по боевке, хотя, на мой взгляд, она достаточно топорно сделана. Интересны в плане спецприемов однозначно уж и в плане пассивных способностей. Это такой, знаете, некий аналог киборга. Не такой сильный, но тоже достаточно неплохо усиляет. Вдумайтесь, плюс 100% к атаке для класса мощь и класса магия. Сюда же, кстати, можно прекрасно, я думаю, зайдет к нему в команду Черный Адам, которого Шазам просто замечательно усилит. Почему бы Шазама не поставить в одну команду с Черным Адамом? По-моему, тоже прекрасная связочка получится. Так, ну давайте что-нибудь попроще, пожалуйста. Потому что нам сейчас нужно будет стоять очень долго в блоке, чтобы накопить на Супер Мув. Ну давайте, вот этот вариант, по-моему, достаточно неплохо для того, чтобы накопить на Супер Мув. Может быть, по возможности будем стараться менять персонажей, чтобы энергия копилась дольше. Наоборот, как это сказать-то? Быстрее. Забыл аноним. Слово «дольше». Так, меняемся. Эй, еще разочек. Лайфхак. Да, кто не знал, чем... Как это говорится? Чем... Что, слушайте, сегодня теряю мысль. Что происходит вообще? Сглазил кто-то. Так, не дали нам поменяться. Чем больше раз ты меняешься со своими тиммейтами, тем быстрее копится сила. Смотрим Супер Мув. Айть! Ну, Супер Мув, конечно, скупипастен. И, понятное дело, из первого Инжастис. Просто потому, что во втором Инжастис, как я уже и говорил, отсутствует этот персонаж в принципе. Но он доработан. Он выглядит красивее, чем в первом Инжастис. Это, ну, 100%. Во всяком случае, если сравнивать с мобильной версией, то уж точно. Вот нежданчик. Вот вам и нежданчик. Но у нас же есть Фейт, который тоже из класса Магия. А мы же помним, что по условиям пассивной способности у нас теперь увеличен урон у Фейта. И в принципе это чувствуется. В принципе это чувствуется. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Оп! Все, закончили. Да, действительно, вот это усиление, оно как бы есть, оно присутствует и оно ощутимо Ну что, 4 боя мы провели, посмотрели первый спецприем, посмотрели второй, посмотрели третий спецприем, супер мув Дополнительные эффекты посмотрели, действия пассивки проверили Все работает, все замечательно Пишите в комментариях, с кем вы его видите в командах И самую интересную команду я обязательно возьму на вооружение И запишу уже такой полный взгляд, полный обзор на этого персонажа Как же он действительно будет работать в какой-нибудь команде, которая будет несказанно подходить к нему Вот такой получился у меня первый взгляд на Шазама Это абсолютно новый герой, абсолютно эксклюзивный герой для Injustice 2 Mobile И в принципе для Injustice 2 как таковой Заработал я его в сезонах арены, недавно выходило видео на моем канале, как я открывал кучу сундуков 30 сундуков с Шазама я открывал, ни одного Шазама мне не выпало Но на арене мне посчастливилось его достать Пишите в комментариях, не забывайте, как вам этот персонаж И давайте попытаемся его оценить по шкале от 1 до 5, где 5 это вообще крутяк И 1 вообще не стоит к этому персонажу прикасаться Лично моя оценка на данном этапе пятерочка Мне персонаж зашел, но это он был один Как он будет в командной работе выглядеть, это конечно нужно все смотреть Но забегая наперед, я думаю, что этот персонаж достойный И его все-таки стоит прокачивать Все, на этом я с вами прощаюсь Пока-пока, до встречи в скором времени на канале Mobile Gameplay Язык все-таки заплетается сегодня, извините Пока